так получилось после телевидения после первых десяти ведер потом еще четыре вот сколько твой девушки собрали жардели 4 вот они это из четырех ведер вот такие дела грустно все это андрей эту вишню то хоть ешь вот эту украинскую такую вишню ешь ну ладно то вдруг я не заметил хотя как я не заметил ой да когда ты же не собирал на хвост очки память подводит в общем заказывать надо опять получился грустный разговор на камеру так вот очень грустный разговор еще бы показать отсюда плохо видно синеет сливы венгерки тоже с украины знаете друзья когда на меня подшивешь эти выпускницы тебя языке них были жуткие козыри вот а это все результат достижения науки вы воспользовались готовым я вспоминаю рождали которым по 40 лет который умудрился членки срезать да они там машут еще когда ни один ученый современно не родился сотни лет вишню вот она еще раз чужую вот этому дереву вообще по моим лет 50 по крайней мере я здесь своего помню это дерево ведь приехал же я деревню ради двух веточек двух веточек я приехал это было уже тогда нелегко хоть уже было пересрочное время ради двух веточек я приехал а мне морды все достижение науки какой хрен науки вы знаете вот это монетоба да воду на перед нами вот плоды лежат видите не вот эти вот а вот те самые яркие вот кучкой лежат это он их отбирает что ни одна не попала и не спутала вот эту вот чистоту этих косточек жердели в данном случае не жердели в данном случае манджорса вот этого сейчас покажу вам его вот видите вот он чистота никакого этого все по-честному все чисто примерно такой же уровень как у ученых и вот получается что это жердель ой это монетоба да она полностью переделана академики полностью переделаны получилось несколько разновидностей а мне говорят с не существует пикетативной гибилизации вот так как он дом могу остановиться вкусно вишня лекитативная гибилизация лженаука найти я потом нашел ее это сейчас просто делается скопировал нажал на это яндекс и вот он 90 лет назад было сказано что гибилизация лженаука в двадцать первом веке в двадцать втором году меня припечатали это настолько лет остановилась наука чтобы говорили мы выпускницы тимиральский у нас шикарное образование вот вы какой-то металлург понимаете то что металлург я горжусь этим я же ордена носится у меня почетное звание целая папка я горжусь у меня какой-то вот понимаете есть футболисты вроде немножко разговаривался есть допустим футболист и говорят вспоминай старую-старую пословицу ведь нет не пословица глупой глупость к это выражение жили болит или брата два умных один футболист скажите вот любой из этих двух братьев которые умные поменялись бы судьбой с футболистами если а это был бы пиле агаринча зиндан а вот не интересно могли бы они по это самый поменяться местами с мультимиллионером футболистом вот понимаете что такое бекенбауэр понимаете что такое вязать узоры умнейший человек на поле видеть все поле талантище необыкновенный нет футболист так я такой же металлург мне металлургия помогла здесь саду почему-то потому что я инженер я уже рассказывал все эти случаи жизни рассказывал этих как я приспосабливал переименовывал эти же термины поэтому даже ветром надуло и это в научный термин только они говорят что ветровое опыление невозможно я говорю возможно вот они говорят что телегония невозможно вот изменение свойств без зачатия вот я говорю возможно последнем вебинаре ай все я сейчас как носу говорить не остановлюсь вот еще раз видите сколько осталось на дереве вот по дереву вот собраны вон там андрей в тенечку вот посмотрите что делается видели плохо видно мелкие в этом году ну вот там тот край тут там вообще богу знает сколько там их шум ведер 10 только вон на той ветке вот так друзья опять разговаривался опять сижу на этом месте уехала телевидение две недели прошло жду когда мне пришлось рабочий материал чтобы показать вам тот там материал дальше красавянская и этого кемерово не увидите вот это мы проходили вот это мы часть моей лекции видите вот он пожалуйста ну что закругляемся до свидания друзья желаю чтобы вас были такие же сады не верьте тем кто пользуются данными они не только виноваты в том что ацитирует 100 летней давности цитаты вот отгремели грозы победила школа тех не учи которая полностью сами прекратили и людей научили не связывайте с прививками не связывайтесь полностью прекращено все полностью посмотрите современные посадки это по железу вот нет это без меня придумали холмы но бешеная пропаганда пошла только от меня посадка посадка видите а здесь слива росла 30 с лишним лет посажена была в яму начала гнить я все следил за ней еще буду показывать у меня фотографии за каждый год это моя судьба вот видите а почему здесь высокий штамп у подвоя высоковат не по железу подел я а почему так вышло от снега было много выкопал яму и кое-как привил торопился думал а вдруг не доживу мы дожил выросил дерево вот она а сейчас мне же мне же этот штампа глаза режет а я использую это как учебный снимок ребята еще ниже прививать надо только тогда выживает привой роскошные плоды на диком подвое когда в дикого подвоя нет шансов привил низко как можно ниже и тогда дерево вместо того чтобы этот оторгнуть привой и погибнуть тогда она вздыхает и начинает кормить привой повторяю как можно ниже ну все наверное теперь точно надо с вами попрощаться по крайней мере на сейчас вот они небольшие деревья для сибири это рекордсмены видите конечно обогнать манжурский орех они не смогли манжурский орех где-то метра на два-три еще выше вот мои груши привиты привиты нам на уссурийскую грушу представляете какая мощная уссурийская груша если на ней привой срочно с ней сроднился ну сами понимаете низкая прививка вот и да вот такой вот высоту трехэтажного дома и вторая такая она практически не уступает приглядитесь он туда вот луся года у нее конечно позади нарядная фимова тяжкой пришлось сибири 25 лет выдержала плоды а вот такие в этом году жиденько ну что делать что делать тяжело но молодежь от нее растет и ничего не делается каждое следующие поколения крепче и крепче вот на этом я с вами и попрощаюсь до свидания друзья угостить вас чем-нибудь на прощание а я уже сказал до свидания как вас угостить вот сегодня по моему 12 до 12 число вот долго задержалась вот эти вот один из вариантов академика все еще висят ну правда уже процентов 95 уже упало может 98 вот а это видите раз тени в тенечке значит они получаются более растянутые по отношению можно угощать еще недели две гостей а мне все говорят почему не продаете сад маленький пол гектара всего где тут разбежишься дай бог угостить только тех кто приезжает за саженцами или просто не откажешь таким именитым людям именитым то те которые непростые которым приезд ко мне является для меня гордостью и для меня является даже какой-то заслугой что ко мне едут это еще за сотни за тысячи километров ну все друзья до свидания уже показываю не остатки если в целом какие там остатки какие остатки разве это остатки это еще много но все пока все 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 пойду искать падают ли мазурские орехи уже есть первый заказ вот и еще слово почему-то когда связь с онкология все таки абрикосы имеется и совершенно абрикосы совершенно не горькие без синейной кислоты имеется ни одного заказа до сих пор нет несмотря на скидки на мою даже где-то бешеную рекламу но миллион людей не узнали никогда не узнают у нас просмотров мало все до свидания теперь точно все сказал а а а